МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Празднуют третью годовщину диаспоры. Жемчужиной торжественного вечера стали гости полуострова. Ким и Джо занимаются музыкой с раннего детства. Петь, играть на народных корейских инструментах могут с закрытыми глазами. И ехали ведь на праздник собственной культуры, тем не менее, переживали до последнего. Стоило только услышать аплодисменты после того, как девушек позвали на сцену, как волнение пропало, словно по волшебству. Давно слышали о Крыме и вообще об этой нации, как живущей здесь, на этой территории. Поэтому очень-очень впечатлены. И, конечно же, очень благодарны этому случаю. Дирижеры, творческий руководитель талантливых кореянок Сахшин О, в Крыму уже бывал. Несколько лет назад вместе с единомышленниками представил зрителю академическую музыкальную программу. В этот раз его выбор пал на панзоре. Это сказка. Говорят, поют, типа как. Скажут и поют. Ну и другая. Плюс народные песни. Не забыли гости из Южной Кореи и о том, что скоро Новый год. Несколько песен Джо Ян Су посвятило этому празднику. Ура! В них девушка рассказала, как предки древнего народа украшали свои дома. На каждом из них обязательно рисовали тигров и куриц. На удачу. Праздник, посвященный многовековой культуре и уникальным традициям, подходит к концу. Национальная община открывает новую страницу своей истории. Приглашенные гости из Южной Кореи пообещали вернуться вновь, а для встречи им и повод не нужен.